Всем здарова, всем привет, с вами Нон, и это очередной обзор патчноута Tron & Liberty. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и залетай в Телеграм, ведь там самые свежие новости MMORPG и анонсы эфиров. И самого интересного в патчноуте. Было произведено объединение серверов, снизили сложность подземелья и увеличили шанс получения ценной награды. В интерфейсе гильдии появились заметки. На PvP-ивентах появилась возможность автоматически формировать команду, а также видеть своих сокомандников на миникарте. Киллы на PvP-ивентах теперь, как и раньше, отображаются в вашем киллранкеде. Для посещения данжей стало обязательным наличие определенного рейтинга, и если он ниже, вас просто туда не пустят. Подняли уровень с соло-боссов в башне приключений, продолжают улучшать интерфейс и удобство игры с геймпада, а также добавлен очень крутой ивент на двойной дроп с данжей, добавлен новый костюм и новые внешки оружий, очень похожи на л-башны. А теперь давайте пройдемся по патчноуту подробнее, и начнем мы, как обычно, с шопа. Добавлен новый костюм, такого вельможного дворянина, который ко всему этому можно еще и красиво перекрасить. Костюм стоит 900 люцентов, а также добавлено новое оружие, максимально выпендрежное и в стиле линейки. Такой вот золотой двуручный меч с аурой, неплохие кинжалы, прикольные арбалеты, максимально опасный красный лук, тав какого-то архи-жреца и ванда маленькой девочки-волшебницы. Также добавлена новая метолька какого-то Шерлока Холмса. В игру введен новый ивент, который уже проходил у нас ранее. Ивент продлится две недели, в ходе которого вам на почту каждый день будут присылать 900 токенов похода в данж, и ягоду, которая увеличит прирост вашего мастерства на 100%, а также дает вам доп саланта. В ходе ивента в Open Dungeon вы будете получать двойной опыт мастери, а также салантов. Во время появления архи-босса будет появляться не один босс, а два, один в режиме конфликт, другой в мир, но награда за архи-босса будет обычная. А также в данжах после убийства финального босса будет не один сундук, а два. Очень вкусный ивент, чтобы отформить все свои проходки, Т1 или в Т2, и получить максимальный профит со своего персонажа. А теперь давайте пройдемся по патч-ноуту подробнее. Инрейдж босса в 1-звездочных и 2-звездочных данжах изменен на 15 минут, ранее был 10. В каньоне убийцы старейшина темных искусств орков теперь отагривается с 18 метров, ранее было 3. В меню награды с данжей добавлена кнопка, с помощью которой вы можете проверить вероятность выпадения определенной награды с конкретного данжа. А также в 2-звездочных подземельях в 2 раза подняли вероятность выпадения Т2 брони, почти в 2 раза выпадение аксессуаров, а также немного уменьшили выпадение Т1 предметов Т2 данжей. Количество камней душ, получаемых в качестве награды за прохождение 2-звездочных данжей, будет увеличено с 2 до 4. Свитки, которые нужны были для того, чтобы точить Т2 экипировку, в принципе полностью убраны из игры. А за них вам на почту придет компенсация за каждый свиток, который есть у вас в инвентаре, а также за те свитки, которые были потрачены на заточку снаряжения. Компенсация придет 1 к 1, то есть за 1 потраченный свиток вы получите 1 фиолетовую точку. Кристаллы разных рангов были унифицированы и теперь есть 1 кристалл полировки. Если у вас есть эти предметы, вы можете переплавить их в единый кристалл полировки. При выходе из данжа измерения Паула вы теперь будете находиться в той точке, с которой вы вошли в этот данж. А не так как раньше вас кидала Виента Виллэдж, там где находится портал в измерение Паула. Однако вы по-прежнему будете возвращаться в Виента Виллэдж, если вы вошли в данж с битвы за замок, осады за рифстоун или бунстоун, налогового транспорта, полевого босса или архибосса. Теперь в меню гильдии возле каждого сагильдица можно оставить комментарий и написать какой он хороший человек. Небольшие фиксы оружия, тут ничего интересного. Немножко отнули эффект сета вин к вин за 2 предмета из сета, теперь критический урон увеличится на 15%. Однако дополнительные проценты критического урона за расстояние теперь получили кап в 40%, то есть максимальный урон вы получите, если цель находится от вас в 40 метрах. Эти изменения прослеживаются почти со всеми Т2 шмотками и оружием, которое дает что-то за определенное количество атрибутов. Разработчики, видимо, на все предметы в игре в скором времени добавят максимальные капы, выше которых их разогнать нельзя. Во время войны фракции была добавлена специальная функция создания своей группы, с помощью которой вы можете быстро собрать группу из членов фракции вашего цвета. У вас появилась кнопочка на меню статистики ивента, нажав на которую вы автоматически соберете группу из 6 человек из той команды, в которой вы находитесь. Теперь за участие в пвп-ивентах вы также как и раньше будете получать начисление киллранкида и вы можете дальше становиться сильной пвп-бабакой, участвуя во всех пвп-ивентах. Добавлена возможность видеть все фракции, которые участвуют с вами на пвп-ивенте на карте. И теперь они отображаются конкретным цветом, так что будет проще найти своих товарищей по команде или увидеть фрагов. Все пвп-ивенты, которые проходят в режиме битва фракций, получили измененную икону. Также введено изменение, с помощью которого еще до начала ивента вы увидите, за какую фракцию вы будете участвовать в этом ивенте. В окно пати добавлена функция мять тиммейтов местами. Теперь хилы получили возможность удобно распределить членов группы, чтобы их было удобно хилить. Нам в игру была добавлена система гирскора и теперь если ваш гирскор ниже определенного значения, вы просто не можете посетить тот или иной данж. При наборе отряда также появилась функция минимальной боевой мощи для конкретного подземелья. Матчмейкинг вынесен в отдельную кнопку, в меню которая вызывается по эскейпу и теперь его еще удобнее нажимать и отправляться в тот данж, который вам нужен. А вот так вот выглядит новый обновленный матчмейкинг. Улучшено отображение оружия среди мемберов, которые подали к вам заявку на вступление в пакет. Появились новые контракты на башне испытаний, в которой вы сражаетесь с боссом. Таких контрактов вы можете купить 3 в неделю, скорее всего они еще падают со скан мешков. В связи с этим был поднят уровень боссов в этой башне, чтобы сделать их чуть-чуть сложнее. А также в зависимости от уровня босса, которого вы проходите в этой башне, вы получаете разную награду, которая была увеличена в связи с поднятием уровня этих боссов. В меню квестов добавлена подсказка, которая вам показывает менеджера контрактов на 50 уровне, у которого вы можете взять контракты для их выполнения. Добавлен функционал, который сделает вашу жизнь невероятно проще, с помощью которого вы можете сразу создать фильтр по тому трейту, который находится в вещи, и посмотреть цену на все аналогичные трейты на аукционе. Добавили кнопку блокировки интерфейса, добавлен замочек, который блокирует вещь в контекстное меню справа. В меню смайликов, которые вы отправляете в чат, добавлены значки роли, которые вы можете отправить своему сопартийцу, чтобы он знал, кто вы. Теперь, если вы нажимаете таб с открытой сумкой, у вас больше не прыгают разделы вещей в инвентаре, вы можете спокойно с открытой сумкой, например, фармить мобчиков, нажимая таб. Теперь на склад можно сразу закидывать полное количество предметов, если вы хотите выбрать определенное количество, только тогда надо нажать shift и щелчок левой кнопкой мыши. Но щелкая правой, весь стек предметов переместится на склад. Разработчики продолжают улучшать юзабилити на геймпадах, выкатывают определенные фиксы для удобства консольщиков. Тут показано, как они доработали интерфейс и отображают все доступные скиллы для удобного переключения на геймпаде между ними. А также произведен ряд фиксов для геймпадов, ну и само собой, огромный список исправлений ошибок, разного рода улучшений квестов, предметов, отображений и всего остального. Тут нету ничего супер невероятного, поэтому я не стал выделять какие-то конкретные пункты. На этом относительно небольшой патчноут, но от этого не менее интересный и приносящий в игру огромное количество удобства и новых возможностей закончен. Также были произведены трансферы серверов, так как на всех серверах осталось только по два сайда, в которых есть явный аутсайдер и победитель. Именно по этой причине разработчики замерзли сервера, чтобы у сражающихся появилась достойная конкуренция. Им интересно было драться в три сайда, а не в два. Пока я записывал патчноут, я сходил на архибосса. Людей просто невероятное количество. На пвп-ивентах теперь тоже куча игроков, которые сражаются и прокачивают свой киллранкет. А совсем скоро пройдет выставка Amazon, на которой будет NCSoft и скорее всего они покажут там Tron & Liberty. Возможно объявят о каком-то ОБТ и о его срок. Мало вероятно, что они объявят о точной дате релиза, но 7 числа мы все узнаем. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить информацию по Tron & Liberty. Ставьте лайки этому видосу, чтобы о этом крутом патчноуте узнало как можно больше людей. Качайтесь, точите T2H мод, наслаждайтесь игрой, играйте только в те игры, которые вам нравятся, те, которые не нравятся. Не играйте, наслаждайтесь контентом, фармите от души. С вами был Нон, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok